Первый вопрос. Для любой команды, перед любым матчем важно сохранять хороший эмоциональный настрой, эмоциональный фон. У нас в этом плане чуть полегче, несмотря на матч с Черногорией. Сыграет ли это нам на руку, потому что у Мальты результаты, скажем так, не самые лучшие? Да, я думаю, что в футболе... Как я уже неоднократно говорил, в товарищеских матчах результат также очень важен. Для национальной сборной не существует неважных матчей, где можно сказать, что сегодня результат не важен. Результат важен всегда, но в то же время, конечно, мы смотрим на эти матчи и матчи, которые в июне будут через призму подготовки к Лидии нации УИФА, которая стартует осенью. И, конечно, я хотел бы также попробовать некоторые вещи с точки зрения построения игры команды, посмотреть некоторых новых футболистов. Но, повторюсь, при этом результат также остается важным. Перед первым матчем этого сбора вы говорили, что не все ребята готовы на 100%, упоминали некоторые фамилии. Изменилась ли эта ситуация, может быть, в лучшую, может быть, в лучшую сторону? Как сейчас с этим устают дела? Как я говорил ранее, да, действительно, вы правы. Но я подчеркну, что я лишь констатировал, что футболисты не на 100% готовы с точки зрения, что у нас много игроков, которые играют в лигах, где сезон только начинается. Соответственно, они под нагрузками, соответственно, готовятся к сезону. То есть нельзя говорить о 100% готовности, потому что есть большие физические нагрузки и идет подготовка к сезону. В то же время, если спросить, готовы ли мои футболисты игре с Малькой, я скажу, что они готовы полностью. Это никакое не оправдание. То есть я просто констатирую, что сейчас у многих идет предсезонка. Но сейчас это не является преимуществом. В то же время, в следующих сборах, которые у нас будут, мы, наоборот, будем в более выгодном положении. То есть у нас будет идти сезон, а у соперника будет, наоборот, сезон только начинается. Поэтому это лишь констатация фактов. В отличие от белорусов, практически все футболисты-соперники играют в местном чемпионате, в чемпионате Мальты. Сыграет ли это нам на руку? Ведь, получается, у них нет должной европейской конкуренции. А конкуренция, собственно, способствует росту. У нас ситуация немножко другая. Я согласен. В некоторых вещах могут быть хорошими, в некоторых вещах. Таковы реалии сегодня. У каждой национальной сборной свои реалии. У них все-таки есть пару человек, которые играют за рубежом. Ну, а то, что большинство играет в национальном чемпионате, это может быть как преимуществом, так и недостатком для нас. Потому что они играют в одном чемпионате, но они играют друг с другом. Многие играют в одном и том же клубе. То есть есть момент сыгранности. Сбор практически подходит к концу. Можем ли мы уже делать какие-то промежуточные итоги? Или стоит все-таки дождаться окончания второго матча и уже их подводить, уже говорить о чем-то, чем вы довольны или чем недовольны? Да, действительно, достаточно длинный период времени мы вместе, но не забывайте про логистику. Определенные дни в этом сборе пришлись на перелеты и поездки. Тем не менее, я доволен. Я доволен тренировочным процессом, я доволен всеми условиями, я доволен футболистами. У всех футболистов, абсолютно у всех фантастическое отношение к работе, к национальной команде. Все отдаются по максимуму. И у меня в какой-то мере приятная головная боль, потому что, ну и нелегкий выбор, потому что все хотят быть на поле, все хотят играть. Но мне, я главный тренер, мне нужно сделать выбор, кто будет в стартовом составе. Мальти часто играют коридорными, у них последние несколько матчей 5-3-2, 3-5-2. Их фланговая Мбонка и Карбалан достаточно опасны, одни из самых опасных, там по индексу и вообще по игреку. Многие отмечают, готовился ты к подачам их, потому что, ну, фланги, задействуя фланги, соперник часто сваливается на подачи в штрафную. Ну, конечно, мы же смотрели соперника, довольно-таки тщательно посмотрели, посмотрели сильные стороны, посмотрели слабые стороны. Мы знаем о сильных игроках и, в принципе, для нас будет не удивление, что будет такой стиль игры. У них два довольно-таки крупных нападающих, ну, даже три, в принципе, кто бы не вышел на поле, мы уже, в принципе, о них знаем, защитники тоже знают нападающих. Так что, в принципе, мы готовы, а после игры уже, скажем, были ли мы готовы на 100%. Продолжая тему анализа, не так давно Мальта сыграла хороший товарищеский матч со Словенией, наверняка от него тоже отталкивались. То есть, вот, ты задел уже эту тему о сильных и слабых сторонах. Какие вот именно сильные ты можешь отметить в сторону соперника? Ну, в принципе, я бы отметил их сильную сторону. Они играют компактно, знают свою силу и, в принципе, несмотря на их рейтинги, на их, где они играют в какой-то таблице, они занимают место. Посмотрели несколько игр, последнюю в том числе, и легко вообще никому никогда не бывает. И, в принципе, они неплохо играют, что говорить, если они последнюю игру сыграли в ничью с командой, которая будет участвовать на Евро. Так что здесь, в принципе, только уважение к команде, но на поле, естественно, это хороший раздражитель для нас. Мы последнюю проиграли, они сыграли в ничью. Так что мы будем реабилитироваться в этой игре. Снова продолжая твои слова, мы говорим о раздражителе в виде последнего проигранного матча, и сейчас хочется победить. Был ли какой-то момент, может, небольшой унылости? Все-таки не хотели мы проигрывать, и Карлос нас приучает к тому, что мы не должны проигрывать. А тут все-таки 2-0 от Черногории. Был ли такой момент, и как быстро мы его преодолели? Ну, я бы сказал, что без поражений не бывает больших побед, и, естественно, для нас это было не очень легко, но времени мало до следующего матча. Буквально потренировались, чуть отдохнули, прилетели, и опять нужно готовиться к новой игре, осмотрели новую команду. И, в принципе, да, естественно, мы понимали, что это товарищеская игра после игры, что сильно унывать, нужно думать уже о Мальте. Но, естественно, переживали, естественно, мы хотим выигрывать, и в команде уже такой мы на сбор ехали, уже немножко с другим настроением, чем обычно, потому что последние 4 игры не проигрывали, и, в принципе, старались показывать игру, не то чтобы достойную, а ту, с которой можно выигрывать. Но, к сожалению, да, ничего не получилось, поэтому здесь, в принципе, просто нет времени думать о том поражении, о той игре. Постарались забыть, естественно, ее забыть тяжело, потому что, ну, обидное все равно поражение, но у нас, в принципе, маленькое время между играми, и готовимся просто о Мальте сейчас, не думая о Черногории. Еще один вопрос. Помимо того, что ты капитан, у тебя уже 45 матчей за национальную сбору. Будет 45-й сейчас. Будет 45-й матч, да. Чувствуешь ли ты за собой ответственность передачи опыта молодым игрокам? Потому что, я почему спрашиваю об этом, на этом сборе у нас появилось много новичков, и как раз-таки молодых новичков, которым нужно где-то подсказать, куда-то направить. Ну, не знаю, не то чтобы ответственность, потому что все-таки это национальная команда, и здесь играют сильнейшие, неважно, старый ты, молодой или среднего возраста. Так что здесь, в принципе, на поле мы одна команда, и на поле, естественно, подсказываю, за полем по возможности, если есть вопросы. Но в национальную команду не приезжают за вопросами, а приезжают доказывать, кто лучше. Так что здесь, в принципе, какой-то такой большой ответственности нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!